Случилось мне вот такую вот монетку раздобыть в конце 2014 года. Это была целая серия монет, посвященных самым важным стратегическим наступательным операциям советских войск на всевозможных воронтах. И вот данная монета была посвящена так называемой Прибалтийской наступательной операции. Что-то мне напоминает, где-то этот памятник у нас Прибалты, по-моему, недавно сравнительно снесли в неблагодарной форме. Ну что ж, бог им судья. А вообще, сегодня, 24 ноября, но только в 1944 году, завершилась наступательная Прибалтийская операция советских войск. Вот этому монетка и была посвящена в ходе Великой Отечественной войны. Операция с целью освобождения от немецких войск Эстонии, Латвии и Литвы проходила с 14 сентября по 24 ноября 1944. Она проводилась силами войск 1-го, 2-го, 3-го Прибалтийских фронтов, Ленинградского фронта, Краснодоменного Балтийского флота и частью сил 3-го Белорусского фронта. Ширина фронта достигала 1000 километров, а его глубина 400. В рамках операции для 71 день были проведены 4 фронтовые и межфронтовые операции. Рижская, Таллинская, Мунзунская и Мемельская. Прибалтика имела важное значение для фашистской Германии, которая, контролируя ее, поддерживала связь со Скандинавией, поставляющей немцам стратегические материалы. К тому же Прибалтика поставляла Германии продовольствие и сельхоз сырье, а Эстонии нефтепродукты. И для защиты этих рубежей немцы выдвинули войсковые подразделения чистостью 730 тысяч человек, но советские силы превосходили их в численности и вооружении. К концу августа 44-го над Германией нависла угроза быть отрезанной от основных сил вермахта. В спешном порядке немцы возводили дополнительную оборону и усиливали войска. 5 танковых дивизий стояли в районе Риги и на подступах к городу были оборудованы 4 оборонительных рубежа. Гитлер считал, что это направление СССР не преодолеет. Не менее сильная оборона была создана немцами на Нарвском направлении. 14 сентября 1944-го войска Прибалтийских фронтов начали наступление на Рижском направлении. Несмотря на управленное сопротивление немцев, их первая позиция была к концу дня прорвана. В ответ немцы провели два контрудара силами танковых армии и пехоты. Бои шли очень ожесточенные, но противник так и не достиг своей цели. В тот момент все основные силы немцы бросили на участок северной и западной двины, но и здесь их сопротивление оказалось недолгим. Командующий немецкими войсками Шернер получил разрешение на отвод войск в Восточную Парусию. В это время войска левого крыла Ленинградского фронта при участии Балтийского флота начали наступление на Таллин. В ходе 10-дневной Таллинской операции Ленинградский фронт разгромил 4 пехотные дивизии и 5 артиллерийских полков противника. Во время операции было убито свыше 30 тысяч немцев и еще 16 тысяч взятых в плен. В тот же день началась подготовка Мемельской операции, основной задачей которой было разгромить соединение 3-й танковой армии противника и выйти к побережью Балтийского моря. Тем самым можно было контролировать группу армий Север от остальных сил Германии, изолировать ее и уничтожить. Утром 5 октября войска 1-го Прибалтийского фронта начали наступление. За 4 дня оборона противника была прорвана, немецкие войска понесли тяжелые потери. А в период с 27 сентября по 10 октября войска Ленинградского фронта и Балтийского флота осуществили основную часть Мунзунской операции. В освобождении Прибалтики участвовали 8-й эстонский, 130-й латвийские стрелковые корпуса и 16-й литовской стрелковой дивизии. Последние остатки немецко-фашистских войск, закрепившиеся на Мунзунских островах, были ликвидированы 24 ноября 1944 года. В результате наступления советских войск на Прибалтийском направлении группа армий Север была изгнана почти со всей Прибалтики. Из 50 дивизий были разгромлены 26, еще 3 были полностью уничтожены. Советские войска потеряли порядка 61 тысячи воинов, воинам павшим. Вот этот был возведен памятник, так неблагодарно снесенный Прибалтами. С утраты этого выгодного стратегического района Гитлер лишился свободы действий в восточной части Балтийского моря, а также важной промышленной и сырьевой базы. В результате Прибалтийской операции были созданы предпосылки для развития наступления советских войск на Восточной Пруссии. Впоследствии наступление было осуществлено в ходе Восточно-Прусской наступательной операции 1945 года. За мужество и героизм проявлены в ходе Прибалтийской операции. 112 советских воинов были удостоены звания Героя Советского Союза, трое второй медали «Золотая звезда» и свыше 330 тысяч награждены орденами и медалями. С честью и славой. Ну что ж, на этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание. До свидания.